Вы скажете, какой нахрен сюжет? В игре, которая с 2016 года и по сей день находится в бета-тесте, а до этого 2 года была еще и под альфа-тестингом. Игра, которая в большинстве своем создана для познания физики и мира механики, и сама суть даже раскрывается в названии, но год назад разработчики Аксалот, детищем которого, кстати, также является Выживал Крафт, по ее сюжету я тоже делал ролики, так вот, разрабы добавили в игру долгожданный, нашумевший режим выживания. Было необычно попробовать игру, которая сама по себе была лишь креативной развлекаловкой с бесконечными ресурсами и отсутствием показателей здоровья, голода и жажды. Это словно в Гаррис мод добавит сюжет, вот настолько все было необычно. И вот очень интересно, как разработчики связали концепцию механики с врагами-роботами, заброшенными станциями, выжившими фермерами и огромными локациями, которые богаты всяких интересных плюшек. Именно поэтому я принялся разгадать сюжет, и хотя новые обновления уже не за горами, было бы интересно посмотреть, как будет развиваться история игры. Ах да, совсем забыл сказать. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут... а впрочем и не важно. Сегодня я вам расскажу про сюжет в Скрэп Механик. Если тебе нравится проводить вечера за просмотром летсплеев, то предлагаю подписаться на канал Каин. Здесь тебя ждут прохождения разнообразных игр в ламповой и уютной атмосфере, прикольные стримы с общением со зрителями и многое другое. Ссылка ждет в описании. Подпишись! Думаю, объяснять не нужно, что сюжет как таковой только в режиме выживания. Хотя у игры есть еще несколько режимов, такие как творческие, думаю тут все ясно, и режим испытаний, в котором можно напрячь мозги, проверить свою логику и крепкость нервов. Так вот с ними лор игры никак не связан, какие бы зацепки там ни находились. Если вы уже немного знаете о предыстории мира, например, не раз в сети проскальзывала инфа о том, что это планета фермеров, на которой роботы, созданные для ведения хозяйства, обезумели и сошли с ума. Так вот, это лишь верхушка айсберга. В мире, а точнее сказать на планете скреп механик, произошло кое-что куда страшнее. И факты, которые вы сегодня узнаете, будут, наверное, уникальными, ибо об этом инфы ни на иностранном, ни на русскоязычном ютубе я не нашел. Присаживайтесь поудобнее. Начинаем! Для начала давайте вкратце изучим мир игры и познакомимся с ее достопримечательностями и обитателями. Как я уже упоминал выше, действия происходят на безымянной планете, схожей с землей. Из себя она представляет полностью автоматизированную ферму, населенную, как вы думаете кем? Правильно, фермерами. И специальными роботами, которые следят за урожаем и скотом. Здесь выращивают более десятка различных культур, само собой, ведь планета ориентирована на сельскохозяйственное обогащение. Также из флоры можно выделить хлопок, кукурузу и цветы, из которых получаются красители. На планете обитают пока что два вида живых существ. Это глобы или по-другому светочерви, живущие на морском дне, питающиеся картоном и за это дающие вещи, которые нужны для производства взрывчатки. И воки, похожие на земных коров животных, которых используют для добычи молока и мяса. Все припасы сортируются в упаковочных станциях и хранятся на огромных складах, на которых их также обслуживают роботы. Кстати о них. Всего на данный момент в скреп механике есть четыре робота. Это грузобот, сенобот, фармбот и лентобот. Первый, как враг самый слабый, а по назначению один из нужных, ибо он, исходя из своего названия, переводит грузы. Судя по отверстию на голове, там могла располагаться огромная клешня. Также из-за хлыста и своей развитой звуковой системы, причем головой грузобота можно поиграться в ноты, он мог применяться для ведения скота. Второй и самый часто встречающийся робот, это сенобот. Он применялся для разрыхления почвы и переноски сена. Именно он собирает в кучу огромные стоги сена, в которых иногда можно найти полезный лун. Как враг он сильнее грузобота, для атаки используют вилы. Третий вид робота, это лентобот. Он был создан для обслуживания склада, наверняка для упаковки ящиков и их сортировки. Как враг он очень слабый, но при атаке может убить вас с двух выстрелов, ибо стреляет ленточной пушкой. Лентоботы, кстати, умеют общаться между собой. При обнаружении игрока, один лентобот сообщает остальным на складе, и атака происходит уже командно. Четвертый, и на данный момент самый сильный, это фармбот. Он был создан для того, чтобы косить поля, опылять растения химикатами, а также бурить землю. Ну и для справки, после уничтожения с него выпадает ключ-карта для склада. А кроме этих четырех вражеских роботов, есть еще и дружелюбные нам роботы, которые помогают во время выживания. Один производит нам всякие разнообразные вещи, без которых механики не смогли выжить в этом суровом мире. Второй способен готовить неимоверные кулинарные творения, которые не только поднимают все показатели до фула, но еще и способны поднять павших товарищей. Третий шьет вещи, а четвертый своими зубилами измельчает заготовки дерева, металлолома, камня и железа, за что ему огромная благодарность от всех строителей и механиков. Вот в принципе и все. Безусловно, разработчики с каждым обновлением добавляют много чего нового, и они уже анонсировали некоторые новинки, но о них расскажу позже при разборе сюжета. И вот, наконец, мы подошли к самому интересному. Игра встречает нас уже в упавшем космическом корабле механиков. Неизвестно, сколько пассажиров было на борту, однако мы выжили, что не может не радовать. Конечно же, при игре в кооперативе выживут все игроки сервера. Была жесткая посадка, корабль сперва насквозь пробил стоящее рядом строение, проскользил по поверхности, а остановить его смогли только густо заселенные деревья. Место падения охватило пожаром. Механик потушил корабль, привел его в действие, вставив необходимый аккумулятор. Он, видимо, при падении выпал из борта. А таких аккумуляторов, кстати, на планете работают многие сооружения, что дает знать о схожем строении всех зданий здесь. На борту космического корабля есть мини-робот-помощник, с помощью которого можно соорудить самую примитивную машину, чтобы, наконец, покинуть место падения и найти помощь. Однако, потом будет ясно, что помощь нужна будет не нам, а всей планете фермеров. Мы делаем всю работу, а вы собираете всю прибыль. Так твердит лозунг технического чуда, который заменит человеческий труд. И фермер здесь выглядит куда счастливее, нежели вот это водоходяги. Подобных запертых в клетку фермеров можно найти множество по карте. Чаще всего они встречаются вот в таких разрушенных лагерях. Вероятнее всего, эти лагеря соорудили уже после восстания роботов, ибо построены они из всякого рода мусора, а палатки состоят из каких-то сборных структур и надувной платформы. Такое ощущение, будто их скидывали с воздуха для укрытия выжившим. Фермеры сбегали со своих пристанищ подобные места спасения. Другие здания опустили, в придорожных магазинах с продовольствием также не души. Отсюда вытекает, что роботы не только сошли с ума, то есть машины не просто слетели с катушек и стали громить все и всех, они перешли на девиантное поведение. Они каким-то образом поняли, что фермеры, механики и жители планеты просто используют их. Непонятно то, как их программа, изначально не нацелена на самоизменения, смогла эволюционировать до такого поведения. Представьте себе, что дачный культиватор вдруг резко перестанет копать землю и захочет вас убить. Или же другая техника. Мне это все напоминает фильм «Миссия Дарвина», где бытовая техника также обезумела и восстала против человечества. Но если там была причина к их нападению, то в «Скрэп Механик» эта страница сюжета еще закрыта. Тем не менее, некоторые зацепки я все же нашел. По нахождению придорожной мастерской и найденным там чертежам Синобота, сразу понимается, что все машины – это разработки механиков. Неудивительно, что мы способны крафтить других роботов-помощников, но они, как я уже говорил, не враждебны к нам. И не потому, что у них нет ног и рук, а потому что а, или в них заложена более модифицированная программа, где есть некий блок, позволяющий контролировать их поведение, и, б, взгляните на их объектив. У всех существующих роботов есть объектив, сквозь который они смотрят. Даже у встроенного в космический корабль мини-робота есть камера наблюдения. Однако, разница их в цвете. У враждебных роботов объектив горит красным цветом, а у дружелюбных – синим. Что нельзя, кстати, сказать про робота-переработчика, объективы которого хоть и горят красным, но причинить вред игроку он не может. Выходит, роботы все же самостоятельны в своих действиях? Вопрос в том, был ли это просчет в конструкции компьютера робота, чрезмерно функциональный искусственный интеллект, или вмешательство кого-то извне. Роботы разрушили многочисленные здания, где, вероятнее всего, проживали фермеры, вывели из строя обслуживающие мастерские, а жилые модули механиков захороняли в огрыбных ямах со всяким хламом, разнесли химические заводы и комплексы, химикаты вылили в почву, чтобы она потеряла плодородие, а огромные города, некогда населявшие жители планеты, составляют из себя кучку заброшенных зданий, с кишащими роботами на улицах, ну и неплохим лутом внутри. Роботы не только отказались от своих прямых обязанностей, они и препятствуют дальнейшему фермерству на планете. Например, если вы вдруг захотите поворачивать помидоры для закруток на зиму, хрен там плавал, ежедневные рейды не оставят и травинки от вашей самодеятельности. Так что ферму нужно защищать, а рейды отбивать, ибо фермерство необходимо не только для пропитания. В заколуках планеты можно найти вот такое необычное место, куда роботы, непонятно почему, не ходят. В таких местах остановились выжившие фермеры на планете, которые торгуют с механиком. Этот рай окружен скалами, рядом имеется небольшое озеро, и титанических масштабов насос для сбора упакованной еды, которую вы сами выращиваете, и дедов в клетках, их вы сами находите и привозите сюда. За спасенных фермеров и контейнеры с едой вы можете торговать с дедом, чей ассортимент состоит из всяческих редких семян, и картофельных пушек. Одну из таких вы можете наблюдать у меня в руках на протяжении всего видео. Сам он находится в огромном амбаре, собранном из всякого рода хлама, из чего вытекает, что перебрался он сюда уже после восстания сейхазботов. Тем не менее, несмотря на нахождение хоть какого-то остатка человечества на планете, роботы всюду захватили власть в этих землях. Отличным примером, скорп механик, является склад. Это просто настоящая кубла змей. И хоть склад манит игроков богатым лутом, все же там их ждет множество потрясений. Роботы захватили продовольственные запасы жителей, а самих работников склада, видимо, убрали. Они хотят заполучить полную власть на планете. Для этого им необходимо искоренить весь домашний склад, отравить плодородные почвы и обезвредить имеющиеся запасы. Чего только стоит финальное и самое большое хранилище на складе, которое опустело. На крыше склада имеется вертолетная площадка, с которой рабочие могли успешно спастись. И рядом есть антенна связи. По ней техники подали сигнал СОС. Именно поэтому корабль механика, в который в сути игры считается обслуживающим, вылетел на помощь терпящей бедствия планете фермеров. Но, видимо, один из мощных роботов, которого пока в игре нет, сбил наше судно. Этим роботом мог быть и уже анонсированный мусорный бот, который сидит на крыше склада и стреляет хламом из своих пушек, или огромная роботизированная станция по добыче руд в шахтах. Это же все было создано руками механиков, и в них должна быть заложена единая программа контроля, которая напрочь полетела, хрен знает из-за чего. И, судя по найденному кладбищу фармботов, фермеры задолго до восстания обнаружили неполадки в некоторых из них. Поэтому выведенные из строя фармботы были тут же сняты с эксплуатации и сожжены, ибо только это заставит бездушную машину перестать функционировать. И, может, даже этот факт уничтожения неисправных сородичей в мозгах других роботов спровоцировал такую агрессию к хозяевам. Это пока остается за кулисами сюжета Скрэп Механик. И придет время, разработчики раскроют все карты. Напиши свои теории по этому поводу, я их обязательно прочитаю, а вось твоя версия станет истиной и попадет в следующий ролик. Каким бы бредовым и странным не был бы сюжет Скрэп Механик, все же задумку о восставшей против людей техники можно очень удачно развить. И если поводы для катастрофы пока что нам неизвестны, а зацепок и фактов не хватает для долгосрочной теории, то зерна для этого разработчиками уже брошены. И хоть из строя множество предположений о том, был ли это чей-то замысел, программная ошибка, или вся техника поголовно вышла из строя, все же к этой планете притянуло не только нас. Это второй корабль механиков. Вопрос в том, где выжившие? Поставь лайк, оставь комментарий и не забудь подписаться на канал. Не пропадай. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok